Официальные партнеры программы новости дня. Гипермаркет мебели Крокус. Компания Оптик СССР. Торговая группа Абсолют. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отмечается высокий уровень воды на реке Селинга от 2 до 3 метров. Крещение без купелей. В Улан-Удэе сегодня мобильная группа будет следить за несанкционированными купаниями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это полноприводный? Полноприводный. А, что? Хорошо. Вы говорите. Спасибо. Десять новых машин купят для городской станции скорой медицинской помощи. А в поселье появится новый постскорой. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была указа прихода огня на два гостевых дома и на лесной массив. Чуть не взлетели на воздух. В Гремячинске горела база отдыха. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большой бонус, конечно, для мамочек и для семей. Да и не так страшно рожать второго-третьего. В Бурятии растет число семей, получающих выплаты на третьего ребенка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Православные готовятся отметить крещение Господне. В храмах Бурятии после литургии пройдет чин освящения воды. Напомню, что организацию купелей в этом году в Улан-Удэ отменили. Но в некоторых районах крещенские купания все-таки состоятся. В каких? Расскажем далее. Мобильная группа по городу будет выявлять несанкционированные купели с вечера. Помимо запретов на купание из-за коронавируса, специалисты говорят, купель в Селинге в этом году действительно может быть небезопасной из-за воды. Отмечается высокий уровень воды на реке Селинга от 2 до 3 метров, где ранее в зимний период фиксировалось 1 метр. То есть создание несанкционированных купелей, возможно, может привести к несчастным случаям в связи с тем, что высокое течение. Так, в Свято-Троицком-Селингинском монастыре крещенские купания отменили по указу главы Привайкальского района. Но богослужение на крещение в монастыре с крестным ходом на Селингу для освящения Иордании все же состоится. А вот в Жидинском районе традиционные купания разрешили. Крещенская купель будет организована на реке Джида в селе Петропавловка. В Северобайкальске крещенские купания также пройдут. Но крестного хода не будет из-за ковидных ограничений. В Тункинском районе в связи с риском распространения нового штамма коронавируса вынесли решение не организовывать купания на территории района. В Селингинском районе пройдет только крестный ход и ночная служба в храме Гусиноозерска. Купелей не будет, как и в Тарбогатайском районе. А в Закаменске традиционные купания пройдут, но без теплых палаток. Сегодня ГИБДД усилит контроль за движением. В местах праздничных богослужений будет дежурить порядка 80 сотрудников госавтоинспекции. Управление Госавтоинспекции безопасности дорожного движения обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными, взаимовежливыми. В период проведения православного праздника относиться к друг другу с уважением, не выезжать на лед в местах, где это запрещено. Также, если возможно возникнут какие-то трудности на парковках вблизи православных учреждений, отнеслись к этому с пониманием. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим и исключить любую возможность управления автомобилем в состоянии опьянения, а также с пониманием отнестись к возможным дорожным неудобствам. Мария Латышева, Жаргал Цериндашиев, Новости дня. Число заболевших ковидом в Бурятии растет. За прошедшие сутки в республике выявили 171 зараженного. Стойкой остается и цифра посмертности. За сутки скончалось 7 человек. Почти все были старше 65 лет. В стационарах получают лечение более 700 пациентов. В отделениях реанимации находится 103 человека. 51 из них на аппаратах ИВЛ. Занятость коечного фонда в Бурятии составляет 76%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходит больше полутора тысяч человек. 76 пациентов накануне выздоровели и выписались из больниц. Почти полмиллиона жителей Бурятии привелись первой вакцины от ковида. Повторную прививку поставили около 100 тысяч человек. О том, как проходит вакцинация в столице республики, смотрите в материале моего коллеги Дмитрия Гомбоева. Вакцинация против COVID-19 в Бурятии организована на базе 32 медицинских организаций. Развернуто 62 стационарных пункта. Предусмотрена организация работы 18 передвижных мобильных комплексов и 54 мобильных бригад по проведению специфической профилактики населения от новой коронавирусной инфекции. К примеру, в одном из таких пунктов по адресу Проспект Строители 46 ежедневно ставят прививки порядка 250 человек. Вакцинация сейчас идет полным ходом, потому что мы прогнозируем подъем заболеваемости новым штаммом омикрон. Очень много людей идет на ревакцинацию сейчас, те, которые начинали прививаться весной и летом. В среднем у нас в день проходит где-то, наверное, сейчас от 200 до 300 человек. Это учитывать, что пункт вакцинации работает с 9 до 8 вечера, без выходных. В воскресенье мы тоже работаем. Надо вакцинировать. Тебя увеличить, родных. Ну, верите вы в вакцину? Да, верю. Второй раз переболел и вакцинировался, еще раз вакцинировался. По состоянию на 18 января всего первично привито 477 541 человек. Это 66% от взрослого населения. Повторную вакцинацию начали 94 324 человека. В буре от фармации вакцина начала поступать с конца 2020 года разными партиями бесперебойно. Это 4 вида в общем количестве более 670 тысяч доз. Основной поставщик российский фармацевтический холдинг Нацимбио. Хранятся вакцины в специальной морозильной камере. Сейчас у нас на складе 9600 доз гамм-ковид-вак. Путник ВИ, гамм-ковид-вак и спутник ЛАЙТ должны храниться, транспортироваться при температуре минус 18 и ниже. То есть, если будет минус 17, это уже нарушение условий хранения и, соответственно, уменьшение лечебных свойств вакцины. Для других, для эпивак-короны и кови-вака, температура хранения 2,8. Морозильная камера рассчитана для одномоментного приема от 200 до 400 тысяч доз вакцин. Для транспортировки вакцины в отдаленные районы бурят-формации были приобретены авторефрижераторы, термоконтейнеры, термоиндикаторы и хладоэлементы. Дмитрий Гамбоев, новости дня. Прошли ревакцинацию от коронавируса и глава Бурятии с супругой. Очередную прививку они поставили накануне. Это уже третий этап иммунопрофилактики, который делает Алексей Циденов. На сегодняшний день в республике завершили первичную вакцинацию более 450 тысяч человек. Повторную начали 92 тысячи. Глава региона отметил, что это единственный на сегодняшний день способ уберечь свое здоровье, так как вирус постоянно мутирует. Попросили машины и новый пост у главы Бурятии врачи со станции скорой медицинской помощи. Как отреагировал на просьбу Алексей Циденов и что пообещал врачам, смотрите далее. Станция скорой медицинской помощи охватывает своей заботой порядка 450 тысяч человек. Здесь оказывают круглосуточную медицинскую помощь заболевшим не только в Улан-Удэ, но и в близлежащих районах. Машины скорой помощи проходят сотни тысяч километров. Автопарк износился и инженер гаража справедливо просит у главы региона новые автомобили. Я от лица гаража, от лица водителей всех хотел бы вас попросить приобрести нам новый транспорт в количестве 15 единиц для работы для города, для комфорта, для коллектива, для фельдшеров, для водителей, ну а также для наших пациентов, для которых мы трудимся. Просят авто класса Б, Нексио и Соболей. Соболей полноприводный? Полноприводный. Тут же глава Бурятии поручил выделить средства на покупку дополнительно 10 машин скорой помощи. Но нужны врачам не только автомобили. Жизненно необходимо организовать еще одну подстанцию, чтобы жители Левобережья не ждали докторов дольше. Выносной пост на Левом берегу желательно, чтобы приблизить максимальный трудозаступный район Левоберег, период утра и вечера. Там подстанцию. Не подстанцию, а уносной пост. На одну две бригады сделать. Это позволит городу забрать часть обслуживания Иволгинского района. Глава на строительство нового поста дал добро. Земля под него есть в поселье. И совсем скоро там появится быстро возводимое здание по типу ФАПа. Нерешенных вопросов еще много. А так в целом, хотел просто с вами встретиться. Пару слов обменяться. С учетом того, что сейчас ждем прихода омикрона, и все равно будет рост. Транспорт для станции скорой медицинской помощи приобретут на деньги республики. Специалисты подготовят техзадания и обсудят с заводами сроки поставки 10 машин. А Министерство здравоохранения в ближайшее время проведет торги. Мария Латышева, Новости дня. Бывшего руководителя Водоканала и экс-депутата Улан-Уденского горсовета Жаргала Цибикова выпустили из следственного изолятора. Ему изменили меру пресечения на запрет совершать определенные действия. На свободу Цибиков вышел спустя год после помещения в СИЗО. Напомним, прежнего главу муниципального предприятия обвиняют сразу в двух преступлениях. Злоупотребление должностными полномочиями и присвоение в крупном размере. В июне после новости об очередном продлении срока содержания Цибикова под стражей в соцсетях разгорелась нешуточная дискуссия. Жители Бурятии недоумевали, почему его держат в СИЗО, а депутат Баиржамбалов более года провел под домашним арестом. Ведь преступления, по их мнению, просто несопоставимы по тяжести. Пожар на базе отдыха, ДТП в центре города и рысь в сарае. Обо всем этом расскажем в нашей рубрике «Горячая линия ТВ-кома» Аси Касьяновой слово. Полицейские продолжают поиск тех, кто стал жертвой учредителей компании «Финника». Ее признали финансовой пирамидой еще летом прошлого года. Но поток пострадавших от действий мошенников до сих пор не прекращается. Всего подали 171 заявление. Последнее было 12 января. Мужчина рассказал, что вложил около 3 миллионов рублей. Объявление о высокодоходном заработке он увидел на популярном сайте. После оформил несколько кредитов в банке и инвестировал деньги. Жители республики, пострадавших от деятельности представителей финансовой пирамиды «Финника» и ранее не обращавшихся в правоохранительные органы, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по этому делу, просьба обратиться в ближайший отдел полиции либо в следственное управление МВД республики Бурятия. В общей сложности люди вложили в пирамиду 7 миллиардов рублей. Каждый потерял в среднем от 500 тысяч до полутора миллионов. А теперь о ЧП. На одной из турбас на берегу Байкала сегодня ночью все могло взлететь на воздух. Там произошел пожар. База отдыха находится в селе Гремячинск. Чтобы потушить пламя, потребовалось около часа. На момент прибытия пожарных горело строение склада. Была угроза перехода огня на два гостевых дома и на лесной массив. Огнеборцы эвакуировали из огня два газовых баллона. К тушению пожара были привлечены 5 единиц техники, 13 огнеборцев и несколько работников базы отдыха. Склад практически уничтожен огнем, но ситуация могла быть куда хуже, если бы пламя добралось до баллонов с газом. После снега, как правило, скользко и аварий на дорогах сегодня немало. Это одна из них – ДТП на Барсоева. Камри шла по прямой, водитель Рено хотел уйти налево. В результате – столкновения и серьезные повреждения. И напоследок – незваный гость пробрался в сарай к жителю Мохоршибирского района. Мужчина обнаружил там рысь. Он позвонил в Байкальский заповедник и сообщил, что нашел дикого котенка среди дров. Сельчанин попросил помощи госинспекторов. Животное отвезли на территорию заказника Алтачейский. Ты что меня лоишь? Госинспектор на своей странице в соцсети рассказал, что на первое время рысенку оставили немного сырого мяса. В дальнейшем спасители постараются наблюдать за котенком и по возможности будут подкармливать его. Ася Касьянова, Жаргал Цариндашиев, Новости дня. Сегодня в городе состоялся первый межрайонный рейд по отлову безнадзорных животных. Проверки частного сектора прошли на левом берегу. Собак искал и мой коллега Руслан Хороших. Особое внимание еще раз на технику безопасности всех сотрудников. То есть собаки самим ловить не надо. Есть группа отлова, чтобы травмы не получать. С утреннего развода и инструктажа начинается очередной большой рейд по отлову безнадзорных собак. В этом году он уже второй. Специалисты проверят частный сектор советского района и граничащий с ним Иволгинский. Прикосновение территорий муниципальных, которые разделены буквально условно на карте, но фактически населенные пункты между собой соприкасаются. Соответственно, фиксируем факты миграции, своеобразной миграции безнадзорных особей. Чтобы наиболее полно отработать данный вопрос и профилактику провести, было принято решение о проведении совместного межрайонного межведомственного рейда администрации города, администрации советского района и администрации Волгинского района. Мобильные группы сформированы из сотрудников комитета городского хозяйства, администрации советского и Волгинского района. Также специалистам помогали полицейские. Всего задействовано более 40 человек. Основная цель – это, конечно, профилактика, то есть проведение бесед с собственниками собак, с жителями об ответственности по содержанию собак, ну и, конечно, выявление агрессивных особей. Сегодня проводим первичный рейд по двум селам, именно по нашему району, это Сотниково и Хойт-Бе. У нас уже проведены рейды в микрорайонах Вакжаново, Солдатский, по Бурводу на прошлой неделе также мы отрабатывали. Сегодня у нас плановый рейд охватывает территории микрорайонов Аэропорт, Сокол, а также ДНТ-Авиатор. Для удобства горожан по адресу Аэропорт 7 до 16.00 был развернут мобильный пункт городской станции по борьбе с болезнями животных. Здесь можно было бесплатно поставить вакцину от бешенства своему питомцу, а также за 150 рублей зарегистрировать и получить жетон. Руслан Хороших, Алексей Ромашов, Новости дня. В Бурятии многодетные семьи получили льготы на авиабилеты. Добавлю, что такая возможность у них появилась с 2019 года, когда они вошли в список, кроме студентов, пенсионеров и инвалидов. В республике уже стартовали продажи билетов по направлению Новосибирск-Улан-Удэ. Доступны дешевые билеты на рейсы Москва-Улан-Удэ для граждан Дальнего Востока. Стоимость билетов Улан-Удэ-Москва будет снижена до 21 апреля. Совершить дешевый полет путем Улан-Удэ-Новосибирск можно до той же даты. По данным Минсотзащиты Бурятии, в республике 26 442 многодетные семьи. В них воспитывается почти 84 тысячи детей. Все они могут воспользоваться льготным тарифом на авиабилеты. А тем, у кого есть долги, летать пока не придется. В прошлом году за границу не пустили 11 миллионов россиян-должников. Так, за 2021 год число невыездных чем на 3 миллиона. 900 тысяч постановлений об ограничении права выезда в другие страны вынесли за неуплаченные алименты. Всего за 11 месяцев прошлого года Федеральная служба судебных приставов возбудила более 64 миллионов исполнительных производств. За этот период они взыскали 800 миллиардов рублей. Из них более 125, благодаря применению мер по ограничению права выезда за пределы России. Отмечу, ограничение на выезд за рубеж может быть применено в случае, если сумма долга превышает 30 тысяч рублей. Исключение лишь невыплата алиментов. Тогда мера грозит тем, кто задолжал уже больше 10 тысяч. В Улан-Удэе ищут варианты решения разгрузки магистралей в центре и в направлении сотых кварталов. В Советском районе планируют создать подземный путепровод через железнодорожные пути в микрорайоне Шишковка. При реализации проекта значительно разгрузится проспект 50-летия Октября и центральные дороги. Мы добились того, что в протокол были включены деньги на разработку технико-экономического обоснования двух, на наш взгляд, самых важных на сегодня путепроводов. Первый – это переход с улицы Левченко-Коллективной на Барсоево в районе завода Мальпосудов. И второй – это переезд под железной дорогой в Восточную-Зуэкосмедемьянск. Эти объекты были выбраны, поскольку имеют высокую загруженность. На элеваторе поток автотранспорта составляет 4 тысячи автомобилей, а на переезде в Горьком – полторы тысячи машин в час. Прямо сейчас небольшая реклама, и вот что вас ждет во второй части выпуска. Надеюсь на то, что вы в дальнейшем поддержите нас для того, чтобы нам восстановить поголовье нашего поселения, поголовье скота нашего поселения. В районах республики начали выдавать компенсации фермерам, потерявшим скот из-за болезней. Вот так метроном стучал, когда начинался воздушный налет или артиллерийский обстрел. Ко дню прорыва блокады Ленинграда в Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания открыли выставку, посвященную городу-герою. Это просто шок! Пока все повышают, мы держим цены! Скидка на всю мебель до 70%. Торопись! Таких цен больше не будет! Гипермаркет мебели «Крокус», улица Ботаническая, 35В. Телефон 48-0101. Оптика СЭСЭК! С Новым Годом! Пусть исполняются все желания! Приходите в Оптику СЭСЭК! Здесь тепло и красиво, здесь любят и дарят подарки! Я люблю Оптику СЭСЭК! В необычайный Новый Год абсолют к удачи приведет! Купи товары «Проктор энд Гэмбл» на 300 рублей и получи шанс выиграть крутые призы! Надоела старая шуба? Сдай ее нам и получи скидку до 50 тысяч рублей! Выставка с 14 по 23 января ФСК. 2022 год. 0+. Ровные как гладь океана, притягивающие взор, как женская красота, расширяющие пространство до размеров Вселенной, линия неба, натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Новости дня на ТВ. Коми. В студии Мария Латышева. Мы продолжаем. С 18 января в информационной системе электронное образование Бурятии началась запись в новые детские сады Улан-Удэ. Кабинеты на сайте открыты для дошкольных учреждений «Елочка» в микрорайоне Забайкальский, «Калинка» по улице Боевая и «Зорька» в микрорайоне Дивизионный. Все новые объекты вмещают по 280 детей. Просим родителей не спешить, не торопиться и обратить на самое главное внимание, что когда вы будете добавлять ребенку в электронную карточку новый детский сад, очередь станет не в ту дату, когда вы будете вносить изменения, а ту, та дата будет, которая была при первоначальной постановке на очередь. Кроме этого, Комитет по образованию обращает внимание на то, что участилось количество случаев ошибочных изменений в электронном кабинете ребенка. Дошкольник получает статус «заморожен» или «отказ от места» и не участвует в дальнейших комплектованиях. Ввели электронную форму подачи заявлений на получение путевки в детский лагерь. Запись возможна на официальном сайте города и доступна до 30 марта. Не успевшим подать заявку до этого срока придется обращаться непосредственно в оздоровительное учреждение. Дети, которые имеют право отдохнуть по льготной стоимости, это дети от 7 до 15 лет. Это те дети, которые могут отдохнуть путем именно возмещения затрат родителей, оплаты за стоимость путевки. А те, кто может отдохнуть, допустим, за полную стоимость, это дети от 7 до 17 лет включительно. Из-за сложной эпид-обстановки дети в лагеря будут заезжать одномоментно и с результатами ПЦР-тестов не более 48 часов. По тем же причинам посещение оздоровительных учреждений для родителей будет закрыто. В Бурятии увеличилось число семей, получающих выплаты на третьего ребенка. Так, согласно данным Минсоцзащиты, сегодня такую поддержку от государства в республике имеют более 12 тысяч семей. Сколько рублей пособие и как его получить, расскажет Екатерина Елистратова. Маленькому Ване на днях исполнится годик. Он третий ребенок в семье Емельяновых. С самого рождения малыша они, как и еще сотни семей республики, получают на него ежемесячную выплату 14 тысяч рублей по нацпроекту «Демография». Раньше, говорит Марина, о такой поддержке и мечтать не могли. С первым ничего не получали. Разовая была выплата, на которой мы приобрели стульчик. Со второй до полутора лет стали получать денежки. То есть полутора лет получали тоже какая-то... Это были декретные сработки. А с третьим уже получается намного проще. Гораздо проще. Выплаты получились с трех до семи стали получать. По рождению третьего ребенка до трех лет. Сумма хоть и кажется небольшой, но на расходы хватает. С января этого года пособие увеличили. Так, если в 2021 многодетным семьям выдавали по 13 с половиной тысяч рублей, то теперь сумма выплаты поднялась до прожиточного минимума. Большой бонус, конечно, для мамочек и для семей. И не так страшно рожать второго и третьего, что такая поддержка хорошая будет. Оформить такое пособие можно не только на третьего ребенка, но и на первого и второго. При этом собирать большое количество документов не надо, говорит Марина. Достаточно просто прийти в отдел соцзащиты по месту жительства или в МФЦ. 47 тысяч семей в республике получают ежемесячно денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это порядка 60 тысяч детей и объемы выплаты достаточно существенные. Только в прошлом году было перечислено более 5,5 миллиардов рублей на данные цели. Кроме того, предусмотрен ряд выплат семьям при рождении детей в рамках нацпроекта «Демография». В прошлом году 27 тысяч семей получали такие выплаты и объем выплат составил 3,5 миллиарда рублей. Всю необходимую информацию можете узнать по телефону, который вы видите на экране. Иктида Лестратова, Сергей Медведев, Новости дня. В Бурятии начали выдавать компенсации людям, потерявшим скот после вспышки надулярного дерматита. Напомню, 7 января в нескольких районах республики ввели режим ЧАЭС. На сегодня очаги инфекции удалось ликвидировать, но сельчане остались без поголовья. Первые выплаты стали выдавать жителям Бичурского района, в частности сельского поселения Билютайское. В общей сложности люди здесь потеряли почти 200 голов скота. Это и коровы, и бараны, и свиньи. Из 30 дворов, которые содержат хозяйство, 16 остались ни с чем. На компенсацию муниципальное образование получило больше 7,5 миллионов рублей. Три коровы было, четыре поросенка. Так все незаметно получилось, нежданно, негаданно, и резко очень. Заболели, отказались от еды. Думали, что что-то такое, но оказалась это такая коварная болезнь. И вот, в итоге, заразилась почти вся деревня. И в итоге решили все это утилизировать. Чтобы получить компенсацию, нужно отнести в местную администрацию небольшой пакет документов. Среди них акт убоя, который составляют ветеринары, копия паспорта, заявление, бланк вам выдадут на месте. А для ИП и организаций еще выписка из реестра юридических лиц и реквизиты расчетного счета. 134 рубля дают за килограмм живого веса крупнорогатого скота. 152 рубля за килограмм свиной туши. И 4 тысячи за голову овцы. Денежные средства уже были выделены. Когда наши пострадавшие семьи получили компенсацию, я хочу сказать огромное спасибо Алексею Самбуевичу за поддержку. И очень надеюсь на то, что вы в дальнейшем поддержите нас для того, чтобы нам восстановить поголовье нашего поселения, поголовье скота нашего поселения. На сегодняшний день осталось около 50 голов, которые были не заражены. Также деньги на компенсацию потерь уже выделены Тарбогатайскому району и Кяхтинскому. В остальных продолжается прием документов от пострадавших. В это время в республике предложили выдавать премии ветеринарам, которые принимали участие в противоэпидемиологических мероприятиях. Некоторые из них были вынуждены встретить Новый год в вагончиках прямо в поле. Сейчас специалисты продолжают работу и вакцинируют животных. Ася Касьянова, Новости дня. Продолжая сельскую тему, в Бурятии внесли изменения по аукционам на дровяные деляны. Порядок участия топливоснабжающих организаций в таких аукционах поменяли. Теперь перечень случаев дополнен пунктом о заготовке древесины для обеспечения жителей районов топливом, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. В таких электронных аукционах по дровяным делянам будут участвовать только топливоснабжающие организации. Они обязаны подтвердить свой статус соглашением с муниципалитетом о снабжении местных жителей дровами. Важно понимать, что перепродать другим организациям древесину они уже не смогут. В извещениях о проведении электронного аукциона для топливоснабжающих организаций будет указана цель заготовки древесины для организации теплоснабжения и снабжения населения топливом на территориях муниципальных образований в Бурятии. После заготовки древесины наступит обязанность по исполнению в части реализации дров. Почти 8% россиян заявили, что откладывают деньги на старость. Еще 9% респондентов рассматривают возможность начать делать накопления в ближайшие 3-5 лет. Актуальнее всего это для людей предпенсионного возраста. Также о будущем думают граждане с высоким уровнем заработка. Больше половины жителей нашей страны не верят, что выплата от государства хватит на достойную старость. Многие считают накопление возможностью не снижать привычный уровень жизни после выхода на пенсию. Мы решили спросить у лануденцев, есть ли у них такая копилка. Вы откладываете деньги на старость? Ой, дожить бы до нее еще. Нет? Не откладываете? Считаете, пенсии хватит? Не знаю, об этом не задумывался. Но, видите, дети, внуки уже пошли. И как-то не то, что откладывать там. Да не с чего просто. Ну, начала. Начали откладывать. А почему? Ну, потому что понимаем, что пенсия у нас в будущем будет не настолько большая, чтобы можно было позволить себе путешествовать или, ну, заниматься любимыми делами. Пока живем сегодняшним днем, наслаждаемся, стараемся по возможности путешествовать, заниматься спортом. Деньги все уходят туда. А как вы думаете, пенсии в дальнейшем вам хватит? Ну, я надеюсь, что да. В крайнем случае, будучи старым, перееду в деревню, заведу хозяйство и буду жить своим хозяйством. А на ваш взгляд, какую сумму можно было бы выделять в месяц и хватило бы в дальнейшем? Ну, то есть по 10 хотя бы. Нет. Не откладываете? Почему? Потому что не хватает откладывать. А нет опасений, что пенсии может не хватить в дальнейшем? А мы до нее доживем вообще? Нет. Нет, не получается пока. Потому что платим ипотеку, кредиты, все деньги уходят туда. В основном россияне хранят средства, отложенные на пенсию, на рублевых банковских вкладах. Почти четверть опрошенных рассказали, что собирают наличные дома. Другие россияне вкладывают сбережения в недвижимость, чтобы позже ее перепродать. 18 января в нашей стране памятная дата – день прорыва блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В честь этого события в Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания открыли выставку «Ленинград. Метроном». Экспонаты с историей можно не только рассматривать, но и трогать. 50 ударов в минуту. С такой частотой раскачивался метроном, если наступала кратковременная затишье. Этот звук еще называют стуком сердца Ленинграда. Вот так метроном стучал, когда начинался воздушный налет или артиллерийский обстрел. Услышав такой стук из радиоточек, люди бросались в бомбоубежище. Вот еще три главных символа блокады нынешнего города-героя. Медаль защитникам Ленинграда, патрон и 125 граммов хлеба. От голода умирали чаще, чем от пуль. Оцепление длилось 872 дня. «С одной стороны, радость за то, что мы выиграли эту войну. С другой стороны, было очень много потерь и приходит грусть». В братские могилы попадали сотни людей. Ямы не рыли, землю взрывали и в эти рвы укладывали тела. Погибших находили на улицах и в домах. Хранили без документов и имен. Музей в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания был создан в рамках гранта на открытие клубов исторической реконструкции. «Сейчас идет у нас цикл, посвященный блокаде Ленинграда. Будет проходить месяц, следующий месяц и так далее. Следующий месяц у нас посвященный Афганистану. Ну и, соответственно, по плану в дальнейшем мы проводим занятия». Еще в музее скоро откроется экспозиция с военной историей родного края, начиная с 17 века и до сегодняшних дней. «Вот этот стальной шлем был найден на бруствере Микензиевы горы, город-герой Севастополь. Чем пробит? Здесь и пулевые, и осколочные пробоины. То есть, посмотрите даже, какое количество». Есть экспонаты, найденные на полях сражений. Есть и малежи, но очень реалистичные. «Все это можно взять, это можно мерить. Как раз-таки это делается с упором на то, чтобы учащиеся могли, так сказать, ощутить. То есть, то, что в свободном доступе, это все в свободном доступе». «Позволите? Я правильно надеваю?» «Да, все верно». «Очень тяжелый, очень». Это доспехи воинов монгольских народов. «Здесь витрина, посвященная войне 1812 года, в которой принимал участие Селингинский полк наш». Рассказать доступно и показать наглядно. Вот главное правило этого музея. На сегодня центр посещают больше 1200 детей. Для них история родного края точно не останется загадкой. Ася Касьянова, Сергей Медведев, Новости дня. Алиса Жамбалова стала серебряным призером на Кубке России. Спортсменка из Бурятии, мастер спорта международного класса на этапе Кубка страны. В гонке преследования классическим стилем на 10 километров заняла второе место, уступив сопернице на 19 секунд. Один из этапов Кубка России в формате многодневных гонок проходил в Архангельской области. Морозы крепчают. И если у вас до сих пор нет теплой шубки, то пора задуматься о ее покупке. Где купить качественную меховую обновку и по приемлемым ценам, расскажем в рубрике «Телепрезентация». Разбавьте эту зиму новыми красками. Кто сказал, что шуба должна быть темной, она может быть яркой и при этом очень теплой. Хотите такую? Тогда вам просто необходима шубка от Пятигорской фабрики «Ангелина Сэм». Поверьте, на этой ярмарке меховых изделий любая найдет ту самую обновку, от которой не сможет оторвать глаз. Размерный ряд от 40 до 70, а ассортимент поражает масштабами. Более трех тысяч шуб на одной площадке. Норка, мутон, песец, куница, каракуль, лисица, нутрия, овчина, керли. В таких меховых обновках вы всегда будете выглядеть неотразимо и ловить на себе восхищенные взгляды. Репутация мехового бренда «Ангелина Сэм» наработана годами, ведь они уже более 20 лет на рынке. Здесь уверены в качестве своих изделий, поэтому дают гарантию два года. А покупая меховую обновку сейчас, вы сможете хорошо сэкономить. А все потому, что цены здесь напрямую от производителя и действуют скидки до 70%, а также честная рассрочка от 6 до 36 месяцев без первоначального взноса и переплат. Так что забирайте уже сегодня вашу идеальную и неповторимую шубку, оплатите потом. А если вам надоело старое, то принесите ее сюда и получите скидку на новую до 50 тысяч рублей. При этом все полученные ярмаркой меховые изделия в рамках данной акции фабрика «Ангелина Сэмпи» дает в дома ветеранов. Помните, ни один пуховик не порадует свою обладательницу так, как новая шубка. Будьте стильны этой зимой, приходите на ярмарку меховых изделий «Ангелина Сэмпи» в ФСК. Улица Рылеева, 2. Успевайте приобрести свою меховую обновку до 23 января. Смотрите TV.com. Сегодня в 21.00 в нашем эфире международная программа «Восточный альянс». Вы узнаете, что интересного происходит в соседних регионах Иркутской области и Забайкальском крае, а также в Республике Калмыкия. Кроме того, вас ждут последние новости из Китая и Монголии. О них расскажут мои коллеги-журналисты. Не пропустите. 21.00 «Восточный альянс». Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. Крещение без купелей. В Улан-Удэ сегодня мобильная группа будет следить за несанкционированными купаниями. В районах республики начали выдавать компенсации фермерам, потерявшим скот из-за болезней. Ко дню прорыва блокады Ленинграда в Центре допризывной подготовки и патриотического воспитания открыли выставку в честь города-героя. Я напоминаю, наши новости вы всегда можете найти на сайте и в инстаграме телеканала. На этом я, Мария Латышева, с вами прощаюсь и, как всегда, желаю вам только хороших новостей. Куда вы только мебель смотреть не поедете? Весь город объездите. А может-то то не нравится, это не нравится. А что нам делать-то? Где мебель хорошую найти? А что тут думать-то? Езжайте в огромный гипермаркет мебели «Крокус». Гипермаркет мебели «Крокус». Улица Ботаническая, 35В. Телефон 48-0101. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Новый год прошел, а праздник продолжается. Абсолют дарит скидки весь январь. На все пирожные Барни скидки до 45%. Абсолют. Сегодня и всегда гарант низких цен. Продолжение следует. Продолжение следует...